я приветствую друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей сегодняшнее видео будет очень интересно всем технарям и начинающим инженерам да и не только как измерить шаг резьбы подручными средствами или кустарным способом да при вот такая ситуация представьте вы у вас есть какая-то резьба вы не знаете какой у нее шаг и не знаете какой в принципе взять резец и как это все нарезать сегодняшнем видео мы разберем всю эту тематику метрическая резьба что же такое метрическая резьба у вас есть резьба да то есть вы какую-то видите детальку данном случае это болт вот так выглядит к примеру чертеж это естественно чертеж не этого болта но все же и также здесь как мы видим м-30 да то есть если шаг не указан это стандартный шаг потом 30 он можно посмотреть его в гост то есть мы знаем наружный диаметр м-30 давайте немножко посмотрим какие вообще есть параметры резьбы то есть шаг о котором мы сегодня говорим это расстояние между вершинами витков 60 градусов это угол резьбы витка в резьбы да то есть для метрической системы длина резьбы тут все понятно это длина на которой ваша находится резьбовая часть наружный диаметр это диаметр вершин еще его называют и внутренний диаметр идет диаметр впадин резьбы то есть вот такая вот теоретическая часть немножко освежим наши знания уверен что вы это все знаете но все же где может пригодиться данный навык ну каждый надо разбирал что-то в гараже что-то разбирал даже кита может велосипеды детские что-нибудь примеру какие-то механизмы и естественно после разборки остается очень много метизов и хорошо что если они все уцелели то есть резьба целая головки не сорваны все хорошо но бывает ситуации когда к примеру резьба сорвана до резьба замята нет возможности паре прокалибровать ее то есть нет никаких то плашек опять же чтобы брать плашку надо знать шаг резьбы да и тогда у вас возникает логичный вопрос а какой же в принципе шаг и как измерить этот шаг резьбы на вашем конкретном изделии и тут помогут несколько способов для начала рассмотрим классический способ измерения резьбы ну то есть классика как пользуются вообще как правильно измерять резьбу на то есть вы измеряете это может быть наружный диаметр колумбиком или внутренний диаметр сейчас кто-нибудь скажет так у меня нет колумбика но извините может быть у вас нет вообще ничего не линейки никак быть желание чему-то научиться то тогда будет очень проблематично это все сделать так измеряете диаметр резьбы так и измеряете шаг резьбы резьбомером есть такие наборы резьбомеров как вы видите здесь м60 то есть это говорит о том что угол 60 градусов резьба метрическая м12 наружный диаметр по результатам измерения 12 и шаг 175 то есть он оптимально прилегает да то есть без всяких зазоров и вы в принципе можете уже спокойно резать резьбу м12 на 175 вот это классический способ если у вас хорошо оборудованное производство хорошо оборудованный гараж то производство само собой должно все иметься а гараж можете купить такие шаблоны принципе не очень дорого резьбомеры и так первый способ измерения шага резьбы как я и обещал кустарным способом вот у вас примеру такой вот болт да то есть вы где-то его нашли или вам откуда-то выкрутили вам надо сделать дубликат или что-то придумать какой же здесь какой же шаг резьбы естественно вы берете колумбик измеряете наружный диаметр то есть вы его записываете есть у вас наружный диаметр а потом берете обычную линейку и прикладываете да как вы видите 0 ставите по одному из витков то не обязательно это должен быть первый виток да то есть это может быть и 2 3 то есть но чтобы вам было удобно делать измерения приложили 0 а дальше смотрите какой из так сказать участков идеально совпадает с с каким-либо следующим витком в данном случае это 4 до 4 сантиметра или 40 миллиметров соответственно шаг резьбы вычисляется по 40 разделить на 10 равно 4 миллиметра откуда получилось 10 сразу возникает логичный вопрос считаем количество витков от вашего нуля до вашей цифры которую вы берете для расчета получается раз два три 4 5 6 7 8 9 10 то есть 10 витков на котором стоит линейка виток мы не считаем получается 4 миллиметра сейчас вы конечно же кто самый внимательный смотрит внимательно видео скажет так смотрите двойка тоже совпадает согласен двойка тоже совпадает то есть вы можете в принципе уже остановиться на двойке считаем количество витков 1 2 3 4 5 20 разделить на 5 сколько получаем те же 4 миллиметра то есть дальше уже говорить об этом не нету смысла будет всегда получаться и может совпадать мы можете взять для расчета любое подробное то есть может быть не 30 не 40 а может быть 35 примеру данного чтобы удобно было считать получится дробное число о котором мы поговорим в принципе уже в следующем способе и так второй способ измерения шага резьбы то есть вы берете вашу резьбовую часть берете обычный листок белой бумаги как-нибудь разукрашивается дату с каким-нибудь даже обычный там знаете как ноги просто грязными руками протирают да и потом откатывают и получаются вот такие вот полосочки да то есть в ваша резьба откатывать полосочки измеряете вот это расстояние l что у нас получается когда вы измерили это расстояние она у вас получилось естественно замерить от полоски до полоски даже колумбиком линейкой точно не получится да то есть по примеру колумбик взяли замерили получилось 21 и 6 15 витков соответственно дробное число но ничего страшного делите 21 и 6 на 15 получаете 144 вы знаете что ваш диаметр резьбы м12 берете гост и смотрите какой стандартный шаг резьбы наиболее близки к 144 и в нашем случае это полтора соответственно ваша резьба м12 на полтора берете и спокойненько изготавливаете такой способ можно применять повторюсь только в гаражных условиях если вы работаете на производстве серийном не дай бог вам пользоваться такими способами должны быть резьбовые кольца резьбовые шаблоны и предельные калибры и много-много всего тогда вы сможете сделать классную идеальную резьбу без ошибок на этом все друзья спасибо за просмотр я думаю что вы поставите лайк и репостите это видео своему другу всем добра пока пока